всем привет вы на канале стрик с вами виктором продолжаем делать обзоры в мире кораблей и сегодня я наконец-таки добрался до петра павловска я думаю для многих крейсер является наверное особенно многие стремятся к нему почему это так почему много слухов о нем о том что это такой вот прям замечательный великолепный крейсер и прочее прочее но не все не все не все в нем так замечательно но давайте разбираться что это за лодка такая ну это у нас венец тяжелых крейсеров советского союза петра павловск и давай смотреть как всегда с бронирования и так что мы здесь имеем это у нас по сути стандарт для всех советов в плане бронирования оконечки 25 миллиметров то есть что носовая что кормовая 25 но в стиле советов здесь есть очень приятные нашивки это нашивка в 180 миллиметров 50 миллиметров и спереди также 50 и такая маленькая 180 о чем это говорит о том что умудриться попасть именно вот сюда и чтоб залетела в травер цитадели но это нужно прям постараться это очень сложно на самом деле здесь да вроде бы выглядит он довольно таки большим по факту хрен сюда попадешь попробуй умудрить его пробить соответственно далее здесь палуба 40 что это дает то есть если вы будете стрелять петропавловского нос то если обратишь внимание то вот эта часть она приподнята то есть она идет под таким неким навесным углом и попасть чтобы у тебя снаряд вот сюда полетел но это сложно чтобы у тебя попал снаряд именно вот сюда вот в 25 то есть по факту да нас пробивает 380 но но блин но такого ну редко такое случается что в нос прям вот и отрывает какие-то огромнейшие цифры добывает это возможно но чтобы этого сбежать можно точнее можно нужно стоять не всегда вот так вот прямым носом а вот так выдерживать небольшой ромбик и зачастую стрелять вам будет допустим если сюда то часть снарядов уйдет сюда часть сюда часть сюда и в основном это будет рикошет этот крейсер способен вытанковывать конечно огромнейшие огромнейшее количество урона как кормой так и носом здесь немножко конечно посложнее вот эта часть все таки она более под прямым углом суда мы где-то может быть но на самом деле это очень сложно и зачастую в корму вы не отдаете вы также выдерживаете ромб и снаряды которые прилетают сюда они в траверс не никак не залетят то есть 50 миллиметров это рикошет здесь вы можете рикошетить уже и и ямато и мусаши и вот эти вот все истории если только конечно вам не засандалит вот прямиком вот сюда далее палуба не 50 палуба 40 но уже уже мы позволяем танковать прямой урон от фугаса за исключением настройка пожар казалось бы да то есть как я и говорил у нас везде проблема пожаров нет все-таки это уже не линкор это крейсер и горим мы не как линкор петропавловск хоть и является тяжелым крейсером в игре но по факту он горит как обычный крейсер то есть горим мы недолго пожары можно где-то не тушить потом отхилить вопросов нет далее бронепоиск каземата тоже 40 и бронирование цитадели составляет 180 миллиметров по стандарту для советов вот этот ваш траверс это и есть траверс цитадели да тут как бы есть такой нюанс то есть если мы посмотрим то есть здесь сначала каземат а потом идет стандарт торчит из воды торчит она довольно таки сильно и под прямым углом вот туда залетает без шнур он зачастую я не знаю как это объяснить но петропавловск довольно таки заниженный крейсер то есть если обратить внимание он не так сильно у него торчит порт из воды то есть силуэт у него такой так скажем опущен то есть нет таких высоких бортов допустим как у того же сталинграда если братишь внимание здесь прям но но разница видна просто невооруженным взглядом посмотри вот здесь вот расстояние и на петропавловске сразу видно то есть есть такая особенность но цитадель выбивается довольно таки легко главное попасть куда надо и 200 до ли вы схватите поверьте вам будет очень больно что по поводу птс птс здесь в принципе не существует торпедой лейте категорически нельзя потому что но две торпеды шимаказа от 55 тысяч у вас останется вообще фиг да ничего вы потеряете просто пол корабля соответственно тут есть нюансы по поводу гапа и вот этой всей истории но тоже вернемся в общем по бронированию крейсера на самом деле забронированный весьма весьма неплохо в рамках именно крейсеров но очень уязвимый борт что еще тут можно добавить в циркуляцию входить на данном крейсере очень опасно соответственно вы должны четко для себя заранее понимать расстановку вражеских кораблей то есть смотреть и оценивать кто вам сможет прокинуть в борт если вы будете заворачивать циркуляцию по маневрности здесь 990 метров и почти километра наруливаете это очень длинный крейсер уязвимый цитаделью да у нас есть маскировка в 12 4 это очень неплохо это очень хороший показатель для данного типа крейсеров потому что в отличие от сталинграда петропавловск имеет все-таки какой-то инвиз и где-то может незаметно подобраться прочее то есть нужно этим пользоваться но цитадель все-таки ребят очень уязвимо в некотором обновлении нам ее приподняли если можно обратить внимание то по вот этой ватерлинии это можно заметить то есть раньше она была вот прям вот еще чуть ниже нам ее здесь чуть-чуть приподняли крейсер в целом претерпел очень много нервов ой нервов но нервов а мы с тобой нервов вот так вот скажу так давай смотри принципе по бронированию еще добавлю рамбуйте рамбуйте не подставляйте борт играет играйте как обратным ромбом так и передний то есть старайтесь не вот просто прямо стоит а чуть-чуть доверните чуть-чуть рамбик поставьте и оцениваете смотрите на мини карту кто вам может прокинуть чтобы у вас не был открытый узи им порт иначе схлопнитесь как хлопушка так по хитпоинтам 55 800 да это меньше чем у сталинграда но если мы допустим взглянем на тот же гинденбург ну ради интереса на то есть 51 то есть нас даже больше чем у гинденбург то есть принципе по хп неплохо по хп вопросов тоже нет далее пво картили мы вернем с тобой чуть позже маскировку маневрной разобрали здесь хороший пво на самом деле крейсер обладает сильным пво но чтобы на самом деле эффективность пользу я бы советовал все-таки тогда брать заградку и и процент все таки раскидывать перки на пво на самом деле очень сильный пво вопросов к нему нет имейте ввиду к перкам мы еще с тобой вернемся обратим на это внимание прям по цифрам сидеть тебе вот это рассказывать и нужны вот эти вот цифры пво там 1900 1900 окей по факту это ничего дает на самом деле просто нас у здесь на данном крейсере пво в наличии очень сильно далее у нас что артиллерия конечно же артиллерия и это особенность вторая наверно особенность то есть первое это все-таки бронирование 2 это артиллерия здесь есть фишка у данного крейсера все башни крутится на 360 градусов на нем играть перекладывать орудие с борта на борт это одно удовольствие отступаете вы наступаете у вас нет проблемы то что у вас башня недовернута как это работает в бою я вам покажу то есть передние 2 передние башни вращается через через корму и соответственно задняя вращается с через нос так скажем это большой огромнейший плюс очень удобно играть где-то на отходе где-то в наступлении очень сильно помогает далее 220 миллиметров это непростые так скажем 200 220 миллиметровки в отличие от москвы данные орудия обладают улучшенными улучшенными рикошетными углами это у нас по ну то есть у сталинграда то же самое та же самая история то есть у американцев та же самая история то есть при более острых углах данный крейсер способен вытаскивать не только там цитадели но и цифры все-таки белого урона то есть в более острые рамбы где москва допустим даст рикошет петропавловск все-таки может вытащить цитадель или хотя бы давать просто пробитие это очень заметно еще на линкорах когда вы стреляете там куча брони но на петропавловске допустим снаряды взведутся на москве они уйдут в рикошет далее дальность стрельбы 18 половинки метров разгонять ее я вам не советую 18 с половиной для крейсер ближнего по это крейсер на самом деле ближнего боя среднего нету смысла потому что здесь работает механика как на советских линкорах то есть чем дальше вы находитесь от вражеского корабля тем сильнее у вас разлет чем вы ближе тему вас орудие стреляет точнее то есть если игра на советских линкорах ты эту механику знаешь соответственно на дальней дистанции куда-то попадать вот все летит хлеще чем у линкора снаряды разлетается просто каждый сам по себе и попасть практически становится невозможно далее что по бронебойка максимальный урон 6668 это если не ошибаюсь у меня стоит перк на урон бронебоек и фугасы по цифрам 3000 но я не знаю как объяснить но здесь отвратительнейшие фугасы это очень плохие фугасы играть на них нету такой сказать возможности и сути в редких случаях да мы заряжаем все-таки фугасы где-то все-таки надеемся кого-то поджечь но основной снаряд здесь бронебойки даже в нос порой эффективнее стреляет бронебойками потому что от фугасов пророка вообще нету мало того что нас перезарядка двенадцати три так и снаряды чего разлетается хрен пойми куда и по факту вы там залпо всех орудий там тысячу-две тысячи достаете но это прям куром насмех с бубешек вы достанете больше основной снаряд все-таки на данном крейсере это бронебойки далее пмк здесь нет даже забыли на крейсерах я даже про пмк в принципе ни на каком разговаривать не буду туда там на наполе что-то может но раскачивать данный параметр но это прям ребят но это смешно далее оснащение что я использую какие модификации соответственно основное вооружение что башни не критовали далее модификация за уголь на rls если у вас нет то можете ставить стим борьбы за живучесть далее орудие главного калибра у меня здесь стоит поворот и честно говоря я не помню в какой сборке я это умудрялся ставить я посоветую тебе поставить все-таки система доведения модификации 1 почему у меня стоит поворот я не помню то есть в бою я играл именно вот с этой сборкой который ты можешь наблюдать но здесь весьма эффективно и даже при тебе поставлю модификацию все-таки на точно чтобы снаряды летели точнее далее рулевые машины модификации 1 где-то уйти в циркуляцию можно поставить сим борьбы за живучесть тоже будет в каком-то смысле правильно мы не так часто играем от того что мы куда-то выруливаем зачастую это более статичный бой но тут можешь выбрать на свое усмотрение либо поднять чуть-чуть живучесть либо оставить рулевые как у меня далее очень рекомендую маскировку тут вариантов лучше я не вижу и в конце конечно же перезарядка при более высокой дальности вероятность того что вы будете попадать она будет меньше соответственно если вы играете на дальней дистанции вы не достанете rls к вы никогда не будете сближаться на нее вы привыкните играть от дистанции при этом дпм ваш упадет по факту давление то который который может оказывать этот крейсер сдерживать где-то фланг вы тоже упускаете этот момент и крейсер превратится в просто бесполезную лодку и ничего у вас на ней не получится но кто-то может все-таки умеет играть через дальность но я вот не могу не могу я предпочитаю на нем все-таки сближаться если пво можете взять но здесь я все-таки советую брать перезарядку далее по расходник по расходникам опять же gap либо пво на ваш выбор и я всегда использую gap потому что в рандоме сто процентов каждый бой будет обязательно несколько эсминцев а вот авианосец не факт но как я и говорил пво здесь сильная если хотите играть от него соответственно берите за град далее рлс к советской 12 километров она занерфленная время работы с инженей у меня 19 и 8 по факту это но два выстрела все больше вы не сможете где-то тот же там минотавр какой-то крейсер в домах эсминчик подсветить ну да это больше такая оборонительная рлс к но где-то помочь команде все-таки имеет место быть приятно что на 12 километров но соответственно 4 стандартные хилки далее по капитану у меня тут стоит наводчик чтобы басни башни быстрее перекладывались далее мастер заряжающий чтобы где-то с фугаса перейти на бронебойку соответственно мастер снаряжение это время действия гапа время действия рлс обязательно отчаянный я здесь беру тяжелые бронебойные снаряды супер интендант обязательно маскировку и получается перк отличник артиллерии чтобы в ближнем бою у меня еще была возможность еще чуть-чуть разогнать скорость перезарядки что здесь можно взять другое я бы брал только по других вариаций сборок на данный крейсер нет перки на живучесть у нас вы на крейсерах оторвали соответственно кроме как по здесь больше брать нечего и разгонять бронебойные снаряды это является основной тип нашего снаряда я не веру как он играется его особенности и все остальное я покажу тебе в бою никуда не переключайся а ты не забывай подписаться на канал поставить лайк этому видео пиши комментарии так ну и пока у нас грузится бой я наверное дополню все таки про основную фишку данного крейсера это главный калибр это его бронебойки как же они работают это одни из лучших по бронепробитию бронебойных снарядов в игре не будем считать сталинград сталинград немножко другое и я тоже приведу сейчас некое сравнение сталинградом их различия данный крейсер способен выбивать цитадели линкором там на расстоянии там 10 где-то бывает 12 километров крейсера которые подставили борт отлетают просто как не знаю как звезды с неба падают никогда нельзя подставлять данному крейсеру борт это грубейшая ошибка петропавловск как и сталинград бортоходов не прощает да как бы не все все-таки подставляется но бронебойки здесь просто не лютейшие советская настильная баллистика попадаем мы на любой дистанции за исключением разлета снарядов и бронебойки карают очень жестко они вытаскивают цитадели очень приятно и комфортно то есть допустим тот же немата который решит постоять перед вами где-то бортом отлетает очень быстро вы его цитаделите можно доставать три четыре цитадели за залп грубо говоря вот что по поводу сталинграда является ли петропавловска альтернативы альтернативы сталинграда я скажу так для меня петропавловск не является альтернативой сталинграда просто потому что все-таки урон у сталика намного выше намного выше там орудия 305 миллиметровые там снаряды летят все-таки по точнее если рассматривать в целом то есть если здесь на ближней дистанции у вас снаряды летят более менее нормально то на сталинграде практически на любой дистанции там разлет все-таки средний здесь он увеличивается уменьшается зависимость от расстояния как работает эти бронебойки почему я выбрал именно этот бой ты принципе скоро увидишь смещаюсь я в сторону 9 10 линии раз уж меня за по центру покинул слева там толпа огромнейшая пойдем направо и принципе посмотрим как у нас получится расклад есть на нюанс это то что на точке c у нас нету особого подсвета китоказ у нас ушел куда-то вправо но да ладно все таки вроде бы есть авианосец но наш авианосец тоже летает немножко не там где мне хотелось я иду довольно таки уязвимо вот так вот бортом потому что мало ли какой-то эсминчик на c меня засветит и подловить принципе возможно поэтому то я и беру рули чтобы в нужный момент все таки успеть подвернуть немножко они туговато иду вдоль точки если зайдет эсминец я дам рлс тут нептун решил ним немножко подвалиться странно конечно с его стороны я вижу республику петропавловск я не тороплюсь стрелять потому что я уязвим но уж больно хочется петропавловск подловить пока все таки на меня сведутся я уйду за остров не тут такой нюанс если бы я притормозил я конечно должен был помочь нептуну с югума тут мы вместе еще гап прожимаем мне нужно как можно быстрее вывалиться но при этом я очень уязвим к петропавловску вражескому он может меня на цитадель эти я неплохо так отличу но я слежу за югума я готовлюсь в случае чего дать нептуну рлс чтобы он смог добрать эсминца и тут я очень слишком сильно сблизился с островом что делает югума правильно он встает в дымы но все-таки успеваем его добрать нептун конечно очень сильно рисковал если честно и вот смотри вроде бы идеально до петропавловску стреляя бортовой залп прям исключительно все в порт и и куда она все полетела вот то есть а полетел я знаю куда полетела на в каземат тот венеция решила дать циркуляцию и у меня только заднее орудие вылетает только задние все остальное остров к сожалению нептуна я уже не спасу а вот венецию я цитадель за заталкиваю вот тут спасибо единственное расстраивает почему я и не считая стринг петропавловск электротивный сталинграду потому что разу урон меньше 6 там тысяч бронебойки в цитадель на это маловато это маловато но но что имеем то имеем здесь как бы перезарядка все-таки выше чем у сталинграда ну точнее ниже что мы здесь имеем владивосток азума республика принципе полный набор тут владик уже раз половине но видимо торпед наловился что мы делаем линкор 6 километров бортом даем зал все до свидания цитадель 25000 да мы тут подсосали так скажем два фрага но и смотри азума азума засветить пожалуйста там чё-то веносище летает по ощущениям азума как будто что-то понимает да кстати через острова мы перекидывать не можем на стильная баллистика советская есть свои такие так скажем нюансы и моменты мне нужно отходить подальше я ставлю обратный ромб и попробуй в такой ромб мне что-то вытащи это довольно таки проблематично накидываем по республике на такой дистанции более-менее уже кучно начинает лететь снаряды но прекрасно понимаю что там есть еще петропавловск у него углы то уже другие и 5 700 он из нас достает это не цитадель но тем не менее что делает вражеский петропавловск он делает ошибку он выхватывает 2 цитадель постоял бортиком ну как говорится получаем пытаюсь выцелить ему еще одну цитадель и пожалуйста нельзя нельзя петропавловску сталинграду подставлять борт вообще ни в коем случае это запрещено так вот из плюсов у петропавловска сравнить сталинградом мы не горим как линкор здесь прогорает пожар довольно таки быстро там мы горе минуту и это блин это реально проблему сталинград можно законтрить просто элементарно сжигая фугасами но один пожар вы потушите там окей 2 но когда вам постоянно их завешивают и честно говоря у сталика это проблема здесь такой проблемы нету здесь мы пожары можем не тушить а если горим то не так долго пытаясь я выцеливать настройки азуме потому что она стоит таким ромбом и все-таки даже наши бронебойки не смогут достать так скажем какие-то огромные цифры потому что то уходит в рикошет что-то еще куда-то критуем башенки но республика больше всего меня напрягает то что на не хочется выйти и поставить не борт тут эмельман что-то летает старается как говорится ждем дальнейшего расклада у нас на стреле на 67 тысяч нету каких-то там колоссальных цифр урона но попробую вот такой крейсер выдавить до фиг там плавал понимаете то есть линкор приезжает 3 секунд он стреляет дает 5000 а я за это время накидаю как ты можешь обратить по 7000 буду сливать и вот смотри все как я и говорил петропавловск и вот эта вся история не не прощает таких маневров нельзя подставлять в борт петропавловск это категорически запрещено эти бэшки шатают выбила ли москва да да тоже выбила но москва немножко про другое но азума сделал свой выбор азума сделал свой выбор ей принципе ничего не угрожало ей нужно было отсветиться и и уходить у меня тут петруха сзади вывалился еще один мне это конечно что-то не нравится но я держу обратный ромб и ему не вытащить из меня так просто цитадели при этом я еще стараюсь добрать крейсер который немножко там неплохо так живет потому что видишь тоже все-таки рикошеты вылетают будь чуть потупее ромб у азумы мы бы доставали более прилично и разлет разлет все-таки большой добираем крейсер авианосец тут упарывается на нас будь заградка он бы конечно рассыпался но все-таки топ матч на веке копеечный урон у него пролетает копеечный и видишь я к сожалению не могу зайти петропавловск как-то сильнее в борт потому что у меня там республика у меня там республика она меня почему-то игнорирует я уже в такой позиции когда мне можно было бы нормально наказать выцели участок башен чтобы куда-то там настройки залетела и мельман накидывает на пожары но по факту нам по барабану и сейчас когда республика на перезарядке казалось бы нужно доворачивать но нет мы не торопимся хотя стоило бы но я опасаюсь за свой цитадель разворачиваться было бы не прикольно и вот фишка французских линкоров птз не пробить и вот это вот вся вся история и попадание довольно таки мало но если попадать на стройке ну потяжи 4000 но все-таки залетает республика пересла на фугасы и бой то в принципе закончился бой по сути закончился остается только ее добрать я боюсь просто вот так вот в нагло разворачивать потому что он может зарядить бронебойки я отличу как лопух последний но так как все таки репа на фугасах мы закладываем полную циркуляцию и обрати внимание какая она огромная в такой доворот подловить данный крейсер и вытащить из него несколько цитаделей учитывая что на подвороте мы более уязвим у нас борт еще сильнее приподнимается довольно таки простая задача да здесь нет каких-то бешеных цифру урона в этом бою но я хотел показать все-таки именно фишку это бронебойки то как они карают почему нельзя подставлять борт данному крейсера тот же момент этот крейсер сам не должен подставлять борт он уязвим но именно вот эти льготные рикошетные лды они зачастую где-то помогают и линкор который пытается вас ромбовать он будет выхватывать урон нам будет ловить белый цифру урона но они будут они будут приятными где другой допустим крейсер выдавал бы какие-то рикошеты здесь же с этим все обстоит намного лучше даже сейчас в нос я все равно продолжаю стрелять бронебойками они эффективно они на самом деле эффективнее них просто больше урон что по поводу стрельбы по эсминцам да также стреляйте бронебойками не парьтесь они замечательно залетают те же сквозняки ну безусловно фугасы лучше критуют тем не менее что в целом сказать про данный крейсер он очень комфортный он очень хорош но на нем нужно все-таки читать миникарту смотреть что вам не прокинули иначе вы очень быстро схлопнитесь вы не можете просто взять завалиться куда-то а потом развернуться уйти у вас это не получится да есть маскировка но если будет спереди сменец и вы вроде бы казалось отсветилось начинать завали заваливать циркуляцию вас высвечивают и вам прилетает ваншот на этом крейсере это довольно таки легко словить особенно когда ты играешь на данном корабле а не корабль против тебя как заметил я вам петропавловску в казематы все за сандали в цитадель ничего не ушло а венеция словила крейсер на самом деле ближнего боя то есть именно имея такое бронирование вы можете вытанковывать не только линкоры но и крейсера при этом с вами сближаться мало кто захочет нужно понимать все таки есть крейсера с которыми нам нельзя сближаться это те же торпедные крейсера и прочие нюансы но обязательно читайте миникарту смотрите кто вам может прокинуть в борт это простая ошибка который приведет к вас ну я думаю сами понимаете чему придет вас путевки к порт бесплатный вот но до 135000 8 цитаделей самолетики немножко позбивали я бы не сказал что мельман на нас особо упоролся такой вот получился бой крейсер хороший я рекомендовал бы его выкачивать а тебе спасибо за просмотр подписывайся на канал ставь лайки пиши комментарии мы с тобой увидимся в следующих обзорах всем пока